что вы чувствуете перед полетом пропан 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 как газ тебя похвалить или как ну как прорекламировать если давай 5000 сразу я скажу что ты готовишь друзья сегодня вы увидите что такое настоящий крым вы поймете что крым это не только симферополь и севастополь это еще и гурзуф ялта феодосия кстати там был известный мы с казантип с тусовочкой и нет а чё а евпатория до казантип был в евпатории в общем смотрите сами вот друзья приехал я в крым который теперь наш нахожусь не знаю город это или поселок под названием гурзуф здесь очень красивый вид нас тут наготовила пловы всякие там я не знаю это минералка но предлагала вино то есть встречает исключительно не знаю наверное по-белорусски или по-московски доброе утро гурзуф время 8 утра мы уже на ногах и блин солнце уже лупит я представляю что будет в 12 сними очки на раз два три раз два три еще раз раз два три ну ты чё ты будешь первое что я должен сделать сегодня это искупаться меня сопровождает моя подписчица и поклонница ой настя а а а а а а Субтитры сделал DimaTorzok Классно покупались, море очень теплое, при этом не сильно теплое, но запах очень приятный, говорят, что такая вода полезна для здоровья в плане того, что подышать здесь Еще хотелось бы пригласить сюда побольше организаторов нормальных, так чтобы здесь облагородили, благоустроили все пляжи, то есть для этого есть все ресурсы Оказывается, здесь есть ядовитый цветочек на дереве, да? Как называется, Настя? Этот цветочек называется алеандр, ну говорят, что даже если, нет, нюхать может быть и можно, но вот если даже съесть один, например За весь период пребывания в Крыму я понял, что здесь практически нет кавказцев, наверное, они уехали потому, что в Крыму нет денег Кавказцы, возвращайтесь, деньги в Крыму есть, а шашлыки готовят русские Да, но мы сейчас на самом деле чебуреки будем есть Вы самые знаменитые на этом пляже все-таки Наши уже готовы? Да вы что? Ой, красота какая Сервис у вас шикарный Ребята, емтык это типа чебуреки, только не на масле, диетические Мы подошли по узким улочкам к музею Чехова Ну здесь на самом деле, Настя очень много информации знает об этом Улица Чехова, 22, да, это дача, которую купил себе Антон Павлович для того, чтобы сбежать из Ялты Потому что в Ялте во все просто замучили своими визитами постоянными Небольшой домик, три комнатки буквально Пойдем посмотрим, где три сестры Антона Павловича и Крымпися Тут Вот смотрите, это наливаются еще фиги, инжирчик Но, по крайней мере, когда я ходила сюда на экскурсию, там, года два, года три назад Мне говорили, что вот это вот инжирное дерево посадил сам Чехов Многие спрашивают, зачем я поехал именно в Крым Ну, во-первых, это место, о котором я слышу с самого детства Легендарное место Я хотел посмотреть курорты Ялты и вообще покупаться в Черном море Говорят, что она очень полезная И действительно, запах здесь такой, что чувствуется активность этого воздуха Ну, прямо как та соляная пещера возле вашего дома Только здесь все натуральное Вода вообще идеально теплая Как приятно Ого, классно Вот куда мы попали В бухта имени Чехова Где сам Чехов отдыхал раньше, а теперь отдыхает Донец Евгений Николаевич За приливом Прилив будет буквально через минуту Прилив сил Друзья, добро пожаловать в мою пещеру Продаются элитные пещеры в Крыму Гурзуф Друзья, добро пожаловать в мою пещеру На самом деле, вот, чтобы заставить меня вот так вот плавать очень долго Это сложно Но здесь такое количество красивых камней в бухте Чехова Что я не вылезал из воды часа полтора Да? Да, ты в пещере спала все это время Я улетела, я улетела Когда я пришел, ты спала с открытым ртом Это было примерно вот так Неправда, я не храплю Ладно, храплю только я Что, это не просто крабы? Ну смотри, они прямо в ракушках О, точно Какие они не прикольные Слушай, какие они забавные, они шевелятся Я-то думал, это ракушки, если бы я знал, что там прячутся такие штуки Слушай, а кто их наловил? А, я думаю, что это были улитки И крабы позажрали их Аня, расскажи, что ты делаешь Я несу арбуз, который вырос в Крыму Нельзя есть августовские вкусные А которые сентябрьские, есть нельзя, они невкусные Почему? Торопятся, потому что уже продать Мне все рассказали Сколько килограммов? Килограммов здесь 30 Здесь гирка Потому что я сильный Нетрудно заметить по моему лицу, что оно немного изменилось в сторону красного Красного, как этот арбузик Который, между прочим, растет в Крыму Очень вкусные Персики, видно, натуральный абсолютно цвет Между прочим, они еще даже до конца не дозрели Но такие вкусные Дозревшие, твердые такие Посмотри, конечно Все фрукты, которые вы видите в этом фильме, они настоящие То есть, ну, они выросли здесь И в них огромное количество витаминов Да и вкус не пластиковый Узкие улочки Гурзуфа И замечательный, красивый олеандр Идешь вот здесь и думаешь Ёлки-палки, где я вообще? Но на самом деле все это Такой привносит интересный колорит Что-то вроде совковости И в то же время курортный город Вот так ночью не опасно ходить здесь, Настя? Нет, нет, не опасно Друзья, добро пожаловать на улицу Ленинградскую Сразу после поездки сюда И отработав в день в Москве Я еду в Ленинград, кстати Это вот, мне кажется, здесь такая же древняя вот эта Как же называется? Мостовая, наверное, да? Это Мастилия, да? Да, как она древняя, по-моему, еще с тех пор Такая, как Красная площадь Каких тех? Ну, с тех пор, как это все построилось Нет, пойдем, подружу тебя Точно камни, которые лежали, когда моей маме еще было 2 или 3 года Можно даже посмотреть, насколько они отполированы Вот, точно И когда идешь, иногда можно даже подскомуться Потому что они скользят Люди падали здесь Они попочками отполировали уже Музыка Ну, как-нибудь, знаешь, типа, ты там сейчас чуть, ну, так, вот, типа, там, да Твою мать! Катя, ты живая! Катюх, ты чего? Чего? Как-то... Нормально, да? Вот что значит винишко Твою мать! Какого черта? Давай я тебя вытащу здесь Музыка Может, через берег? Тихо-тихо Сейчас, сейчас мне руку, руку, руку Дай руку дай, чтобы я поменял Дожди, стоять Два второго Умничка Спасение утопающей, делая руку самого утопающего. Слушайте, это был звездец, когда я сам чуть не урылся. Да не, я урыться не боюсь, я за камеру испугался. Ну да, я не знаю. Мы сейчас встретили красноярца, шли по набережной Грузуфа. И как всегда встречаем всех знакомых. Да, причем из сферы телевидения, что очень примечательно. Мы с ним пообщались, он такой симпатичный, трезвый. Офигеть. Живой. Да. Настоящий. Я сказал ему, можно я тебя потрогаю? Он говорит, ну это уже лишнее. И как бы не стал. И оказывается, он меня помнит, а Настю не помнит. Да, по-моему... Да мы, может быть, и не пересекались особо в жизни. По-моему, мы где-то... В сетях, в соцсетях. Наверное, в соцсетях, конечно. На мероприятиях. На мероприятиях мы, скорее всего, где-то общались. Когда-то я программы смотрела, что... Руководитель проекта «Обсерватория на колесах» Дмитрий Лондинов. Доброе утро. Доброе утро. Доброе утро. Дмитрий Денис. Денис, будем знакомы. А, ну вы-то меня поэтому и помните. Естественно. Сегодня мы весь день просидели на пляжу. Нет! Ты очень красная, как я погляжу. Город-курорт Ялта. Я слышу о нем еще с самого детства. Мечтал туда попасть, возможно, даже. Я не помню уже. Завтра твоя мечта исполнится. Завтра я увижу, что же это все-таки за такой курорт, куда все так рвались в Советском Союзе. Крым – это Евпатория, Балаклава, после Ялты – Портенит, Коктебель. А Лубка? А Лубка осталась сзади, за Ялтой. Лубка – это Евпатория, Балаклава, после Ялта. Мы приехали на горное озеро по пути на Ай-Петри. Ай-Петри переводится как «Святой Петр». Соответственно, это горное озеро, насколько я понял, оно искусственное. И сделано для того, чтобы тушить пожары. Отсюда можно было набирать воду. Боткинская тропа. Начинается тропа здесь, идет над водопадом и спускается в поляну сказок зоопарк. Протяженность тропы где-то 5-6 километров. Вот здесь водил Боткин своих пациентов. Здесь снимался фильм «Буратино», и вот за этим деревом, вокруг этого дерева, путался карабас-барабас. Вот теперь-то ты попался. Отдай ключи. Дай ключи. Красиво, да? Карабас-барабас. Барабас-карабас. Барабас-карабас. Карабас. У вас есть карабас? Гора Ай-Петри переводится как «Святой Петр». Очень красивое название и замечательная гора. Но не забывайте, что наверху чуть-чуть прохладнее. Именно поэтому здесь продаются меховые изделия. Приехали мы на самую верхушку. Сейчас идем дегустировать вино. Когда надегустируемся, вряд ли я смогу что-то рассказать так же качественно. Ты да расскажешь, ты же не пьешь. А, да? А что, мне нельзя дегустировать что-то? Значит, мы с Настасьей решили присесть вот в этом лаунж-кафе, где владелец утверждает, что угостит нас вином. И еще говорит, что у него еда огонь просто. Персик. Я буду баранину кушать. Даже в Крыму можно встретить огромное количество красноярцев. Они просто повсюду. Мне оставалось только зачекиниться, и вот таки появилась Настя. Я-то с мамой, поэтому я только поздоровалась с тобой. А ты что такой белый? А я всегда белый. То есть это аристократ, что ли? Он еще раз горел. В Балаклаву приезжай. В Балаклаву? Я не успею, наверное, в Балаклаву. В Балаклаве где-то там и живем. Да, у нас там отель. Это что, Балаклава это как в Беверли-хиллз? Это что? Это луна. Это вазурный берег просто. Это топ-топ прям. Это яхты. Да, да. У нас там есть. Да-да. Мы там катались. Я просто мечтал всегда посетить Алубку. Налево пойдешь, коня найдешь. Направо пойдешь, клад найдешь. Это про нас сейчас. Да. Тропа короче на 30 метров. Тропа красивее, интереснее. Идем туда, где круче. Евгений тут. Арсений, сыночек. Евгений. А. Ну его нахрен. Пошли домой. В Красноярск? Да. А я там не живу больше. Все. Не сдаемся до конца. Не сдуваться. Да, не сдуваемся. Ага. Вы прошли половину пути, написано. Отлично отдыхаем. 300 метров. Это лучший отдых, который мог быть. Именно за этим я приехал сюда. Посмотрите, видите, вон те люди впереди. Вот нам туда. Мы поднялись на самый верх. Высота, легко запомнить, 1, 2, 3, 4, 1234 метра. Друзья, вы сейчас видите экстремальную лестницу. Это для тех, кто страдает запором, в частности. Потому что, ну, если бы я им страдал, здесь бы у меня все получилось. Экстремалы идут осторожными шагами. Хотя они привязаны. Но как-то вот идут. Я не знаю, сколько мне нужно заплатить, чтобы я здесь прошелся. Значит, есть человек, который уже прошел. Прошу, ваши впечатления, поделитесь, если не сложно. Отлично просто. Пока шел, о жизни подумал, да? Горжусь собой, да. Ну, классно. А я всегда еще боялся высоты там. У меня дом 25 этажей. Я там даже не могил вниз смотреть. Да я, блин, тоже боюсь, поэтому я и не иду там. Что вы чувствуете перед полетом? Что? Вот такая красота, друзья. Можно подойти ближе на камни, которые уже давно здесь покрылись трещинами. Возможно, они периодически обваливаются. Настю это нисколько не смущает. Она сидит, ограждений нет. Специально поднялись наверх на машине, чтобы обратно спуститься на канатные дороги. Но здесь опять началось то же самое. Поехали, поехали на машине, потому что на канатку очередь 2 часа. Ну, реально, очередь огромная. Просто если посмотреть, жесть. Да мы на автобусе поедем. Простояли 2 часа в очереди. Наконец-то зашли в некий накопитель. Условия, конечно, нет для людей. Но народ хотя бы раз хочет прокатиться. Так, так, так. Так, так, так. Сегодняшний завтрак выглядит наиболее красочно. Здесь ягодки, непонятная штучка, пахлава, колбаса, сыр, масло, яйцо, всмятку. И, наконец, натуральный кофе. Нужно сказать отдельное спасибо ее маме. Вы можете гордиться дочкой. Пользуясь случаем, хочу передать привет маме. И поставить песню «Есть только миг». Ну все, мы приехали в Ялту. Сегодня собираемся полазить по городу. Увидели троллейбус классный, советский, 60-х годов. А, Настя, расскажи немножко, мы идем по Старому Арбату какому-то? Нет, мы идем по улице Пушкинской. Она, в принципе, из центра Ялты от остановки Спартак ведет прямо до набережной. Мне, кстати, девочки рассказывали, которая вот упала в воду. Одна из них рассказывала, что типа в Крыму можно взять хостел за 500 рублей в сутки. Это можно сделать, можно найти на букинге даже, я знаю. Да пойдем уже сами порыбачимся, точнее поплаваем. Для любителей выпить чего-то вкусного, натурального, произведенного здесь же. Вот, кстати, мы проезжали место под названием Массандра. Вот устроена как лампа накаливания, значит колба стеклянная, внутри которой находится вольфрамовая спираль. 220 вольт, берегите детей. Детей, конструкция 220 вольт. Что это? Либо это какое-то современное искусство. Почему? Вот, видишь, описание. Все очень просто. Вот в описании не есть. Добрый вечер, меня зовут Евгений Донец. Друзья, все как мы и думали. После того, как Крым стал Россией, народу на пляжах нет. Может быть, потому что 6 утра? А, точно. Субтитры сделал DimaTorzok Друзья, я пришел сейчас на набережную Ялты. Набережная Ялты. Е-мое, даже звучит легендарно. Соответственно, здесь ветрено сегодня, но на самом деле море наверняка теплое. Все, что я сейчас вижу, напоминает мне берег Паттайи почему-то. Не Пхукета, а именно Паттайи. Кстати, вчера на пляже я замерил уровень ультрафиолета и понял, что здесь очень ярко, практически как в Таиланде. Ой, ну только не надо говорить, что у меня прическа испортилась. Мы идем в ресторан Кофишка. Обратите внимание, как наверху двигается такая ручка, как у кофемолки. Это очень смотрится интересно и креативно. Посмотрим, что находится внутри этой кофемолки. Здравствуйте, ребята. Такие различные варианты. Если они про себя не скажут. Спасибо большое. Ой, не верится, Настя, потому что в твое время были только вот такие кинокамеры. А еще была такая, которую ставил Александр Лобус на плечо. Были бетакамы. Бетакам был. А еще, когда твоя мама открывала телеканал, был супер ВХС. Кого это мы нашли? А, столовочку. Хороший ресторан. Я видел столовку на берегу моря. Ядрен батон. Я море не вижу в кадре. Оля и Сережа, вы здесь? О, отлично. А, они на втором ярусе? Да, на втором ярусе. Мы кричим, кричим. С тамбовскими пацанами познакомились зато. С нормальными. Судя по-голосу. Здравствуйте. Тамбов здесь. Здравствуйте. Где они? Это они, да? Вот они сюда. Здравствуйте. Привет. Здравствуйте. Мы решили снять все на видео. Это Женя. А красноярцы не пьют из мелкой посуды. Здравствуйте. Сибирь руля. Друзья, на сегодня все. И мое впечатление о Крыме не испортят даже быдловатые таксисты в аэропорту, которые мне слегка нахамили, хотя я даже их не трогал. На самом деле с выбором такси здесь проблемы, потому что здесь только обычные нахрапистые таксисты. Я предлагаю убрать таких таксистов, облагородить их, и чтобы они не могли уже... Как ты можешь облагораживать таксистов? Школу облагораживания таксистов, что ли, откроешь? Господа, а вы хотите туристов или хотите хамить? Потому что получается, что вы хотите и рыбку съесть, и на стульчик сесть. Будьте вежливее, люди к вам потянутся. А на сегодня это все. Всем счастья и добра. От создателя честного обзора. Недавно мы с ребятами летали в Египет. Катались на квадриках, плавали на яхте, снимали под водой и видели течкастых девочек. Все это ты можешь посмотреть своими глазами прямо сейчас. Пройди по ссылке под роликом или просто посмотри фильм Египетская сила.